Ведя, меня в зубы... Вот здесь... Я говорю, что случилось? Где ты? Ба, я попал под машину. Я говорю, под какую машину? Там машины-то не ездят. А он, я и не знаю, что он сказал. Куда он шел? Куда бежал? Не знаю. Наверное, говорю, ты сетра, может, захотел. Он любит вот что-то. Но это далеко было, видишь? Я не подумала, может, они мне гипнозом заделали. Может быть. Ну и он, это, плачет. Ба, у тебя деньги есть. Ты помоги мне, помоги мне. Я говорю, Дима, у меня денег много нету. Он вроде сказал, а мне миллион надо. Эта девочка разбила машину из-за меня. И сама, и я. Ее лечить тоже надо за деньги, мол. Я говорю, у меня есть, я говорю, сколько есть у меня, я тебе все отдам. Ну я отдала ему. А потом она говорит, возьми два листа бумаги и напиши заявление. Ну вот, заявление, что это, деньги нужны для того-то, того-то, вот. Прошу вас ходатайствовать о закрытии дела по статье 264 российской. По примирению сторон данная сумма в размере 200 тысяч рублей должна будет возмещена страховой компанией «Альбатрос» до 5 июля. Как я могла поверить. Раньше о таких мошенничествах слышали? Да ходил милиционер. Вот не дошло до головы, до моей. Ходил, листовки отдавал, что много мошенников. А родственникам почему не позвонили, уточните? А не телефон, это телефон на связи, а это все говорит, мама в прокуратуре, она не может разговаривать. А бабушка едет, едет, у нее телефон разрядился. Вот так. Будьте повнимательней. Повнимательней и сразу, чтобы до головы доходило, а вдруг это мошенники. Не которые люди хотят тебе помочь, а наоборот. Слышите! usted